Региональных бизнес-омбудсменов предлагают наделить статусом защитников в суде. Мысль звучит не впервые, но в этот раз обретает уже некие конкретные формы. Авторы этой инициативы из Томска предлагают внести поправки в новую редакцию кодекса об административных правонарушениях, которая должна быть готова до конца этого года. Что это означает? Что произойдет? Будем сейчас разбираться. У нас в гостях Анатолий Маховиков, уполномоченный по правам предпринимателей фермсового края. Анатолий Юрьевич, спасибо вам за вашу отзывчивость. Приветствую вас. Добрый день. Как я уже говорил, мысль звучит не в первый раз. Звучала она и в докладе Титова президенту. Ваше мнение на этот счет? Вы знаете, я отношусь к этой инициативе достаточно не бесспорно. Ее необходимо точно обсуждать, потому что просто наделить уполномоченным функциям адвоката, институт уполномоченного функциям адвоката, наверное, это не совсем правильно. Потому что система адвокатуры построена, выстроена. Есть закон, кстати, об адвокатской деятельности и так далее. То есть недостаточно внесения изменений в один закон. Он потребует изменений в целую группу законов для того, чтобы это полномочия реализовать. Это, безусловно, не бесспорно. Потому что любое, с одной стороны, расширение возможностей уполномоченного, это позволяет более эффективно защищать права предпринимателей. Но, с другой стороны, не хотелось бы, чтобы уполномоченный подменял своими функциями уже создавшиеся институты. Читал комментарии разных специалистов на этот счет. И встретилось следующее мнение, что еще один рубеж обороны. Мне не совсем понятна эта формулировка. Ну, да, есть такое мнение у некоторых моих коллег о том, что мы все время на войне, на баррикадах. И вот еще один рубеж, который мы можем отвоевать и защищать права предпринимателей именно на этом рубеже, на рубеже адвокатской практики. Ну, я другой проповедую механизм взаимодействия с властью. Мы не воюем, мы договариваемся по всем направлениям. Поэтому для меня рубеж вызывает определенную улыбку. Я считаю, что надо думать не о рубежах, надо думать о новых площадках для обсуждения тех или иных ситуаций. И когда мы говорим, допустим, о судебных делах, было бы, наверное, неплохо, чтобы уполномоченный мог заявлять свою позицию по отношению к тому или иному делу. Не как сейчас с разрешения суда, допустим, а просто взял и заявил. Примет ее судья, не примет, это как бы его уже право. Но заявить свою позицию, чтобы уполномоченный мог всегда. Как касается уголовных дел, так, допустим, касается арбитражных дел. То есть выступить в качестве некого эксперта. Вот это, наверное, можно было бы сделать. И как-то это закрепить, получается, не в таком законопроекте. Да, это можно узаконить, собственно, в законе о выполномоченном и в процессальном кодексе. А как часто вам приходится, как часто вы бываете в судах по таким делам? Ну, я могу сказать, что по уголовным делам крайне редко. Это до 10 уголовных дел в год. Ну, допустим, в этом году порядка 4-5 было. Гораздо чаще в арбитражных судах. Мы заявляем свою позицию в арбитражных судах. Но далеко не всегда принимают и допускают нас в процесс в качестве третьего лица. По опыту могу сказать, что примерно где-то 50 на 50. Половина нас пускает в процесс, половина от судей нам отказывает в вхождении в процесс. А какие могут быть основания? А нет, ну, судья принимает решение, это его право принять или не принять нашу позицию. Пустить нас в процесс, не пустить. А в этой связи, допустим, предполагаем, что наделяют полномочиями новыми, возрастает нагрузка. А штат регламентирован бизнес-амбулсменом? Это тоже одна из проблем, потому что каждый субъект строит свою структуру по-своему. Есть субъекты, где, допустим, штат состроит 20 человек, где-то штат 10 человек, где-то вообще есть штат, где 2-3 человека. Абсолютно не регламентирован, не прописан, все дается на вотку субъекту. И вот это, я считаю, что с точки зрения построения системы уполномоченных, это тоже очень важный аспект. Нужно все-таки все как-то упорядочить здесь, в этом направлении, чтобы действительно эффективность была одинаковая. В том числе с наделением новых полномочий, естественно, возникает новая нагрузка. Поэтому и штат надо будет снова, в нашем случае, пересмотреть. В докладе господина Титова президенту звучало еще и следующее, что было предложение наделить уполномоченных по правам предпринимателей правом оспаривать в судах муниципальные правовые акты с их приостановлением до вступления в силу решения суда. Ну, знаете, как имею опыт муниципальной службы, я считаю, что все-таки все должно определять суд. Не должно быть никаких безакцептных таких решений, когда там кто-то принимает решение, все, я иду, спариваюсь, соответственно, все, нормативный акт не действует, пока не разберемся в суде. Эти решения может, на мой взгляд, принимать только суд. Если суд хочет предоставить действие нормативного акта до его рассмотрения в суде, ну, они правят такое решение принять. Просто, чтобы автоматически это накладывалось, ну, мне кажется, что некорректно, потому что, опять же, идет подмена системы. Ну, некий аппарат уполномоченным подменяет судебную систему, да, своими решениями. Ну, тоже считаю некорректно. То есть, такие все инициативы надо более активно обсуждать, обсуждать и, собственно, с омбудсменами, и с коллегами, которые так или иначе интересы этих затрагивают. Потому что даже включение адвокатских функций в функцию уполномоченного, ну, прогнозируется, что будет достаточно серьезное противостояние со стороны судейского сообщества и со стороны адвокатского сообщества. Как вы считаете, вот, Томск-то заявлял в рамках этой инициативы, что поправки могут войти в новую редакцию КАП уже до конца этого года. Вот это имеет какие-то шансы реализации этой инициативы? Ну, я думаю, что вообще с инициативой у нас вообще все не так просто. И я могу сказать, что надо просто понимать, насколько эта инициатива будет поддержана на уровне депутатов, да, и востребована. Пока активно обсуждается, но вот я бы не сказал, что она там 100% всеми поддерживается. Я думаю, что лучше войти вообще в процесс обсуждения вообще функции уполномоченного в более широком плане. И не только адвокатские там, да, то, что вот я говорил, допустим, экспертами там, да, выступать. Еще какие-то направления. Законодательные инициативы. Да, допустим, законодательные инициативы на местном уровне, на муниципальном уровне, на субъектовом уровне и так далее, и так далее. И вот когда целый комплекс рассмотреть полномочий, исходя из целей и задач, тогда уже выходить, да, тут адвокатами, тут там, ну и так далее. То есть вот такое широкое обсуждение, я бы призвал уже выйти на обсуждение. А вот конкретно эта инициатива, ну, я говорю еще раз, повторюсь, мы начали с этого беседу, что она, ну, не бесспорно, так скажем. Но имеют шансы на реализацию вот тех мыслей? Я думаю, да. О каких сроках идет речь и какими инструментами вы пользуетесь, чтобы вот это все было услышано? Вы знаете, тут есть опять же всегда детали. Во-первых, у нас по новому закону с 1 ноября в процессе могут участвовать только юристы. В уголовных делах это только адвокаты, соответствующие адвокатскими удостоверениями. Да, поэтому даже если эта инициатива будет иметь место и до конца года она пройдет, попадет, да, ну, возникает ряд подзаконных актов, как это будет все реализовано. Поэтому, ну, я думаю, что если реально это заработать через год, ну, это здорово будет. Ну, есть сомнения. Наверное, последний вопрос уже, ну, мы помним, да, не очень там радужную статистику, которую, опять же, господин Титов озвучивал, да, на тему того, что в Пермском крае, ну, такое наиболее там серьезное административное там давление, да, резюмируя там все уже сказанное, поможет конкретно там нашему региону вот эта спорная инициатива? Я думаю, что вот в рамках административного давления точно нет, да, потому что это все-таки другие партии, уголовные дела, да, и административное давление, они не пересекаются, как правило. Я могу сказать, что даже по, мы смотрели статистику по задержанию предпринимателей, по экономическим статьям за последний, за прошлый год, таких задержаний просто не было. То есть это были домашние аресты, подписка о невыезде и так далее, но не физическое задержание в СИЗО. То есть по сравнению с 2018 годом, когда таких случаев было, там 8. Тут уже есть послабление, да, поэтому это никак не связано. Могу сказать, что в продолжение разговора, допустим, о контроле надзорной деятельности и административном давлении, у нас есть подвижки определенные, но они опять же, там, при сокращении штрафов, увеличении предупреждений и так далее, и так далее, мы пытаемся снизить административное давление, но это не инструмент. Спасибо большое за ваше мнение, за ваше разъяснение, согласно того, что возможно будет интегрировано в институте уполномоченных по правам предпринимателей. Анатолий Михайлов в нашей студии, собственно, бизнес-омбудсмен в Пермском крае. Спасибо вам за ваш отзыв. Спасибо. Еще раз.